Режим по живому. В Казахстане решили сократить пособие по беременности и уходу за ребенком тем женщинам, кто зарабатывает свыше 186 тысяч тенге. Это около 1240 долларов. Чиновники утверждают, что законопроект готовился два года. Но те, кого коснется сокращение выплат, новостью сильно удивлены. Журналисты и мать двухлетнего ребенка Людмила Икзархова продолжит. Казахстанских женщин сначала посчитали по уровню дохода, а потом разделили на богатых и бедных. Все для того, чтобы урезать пособие по беременности и родам. Чиновники в высоких зарплатах Казахстана усмотрели нарушение принципа социальной справедливости и решили, что урезав расходы на обеспеченных женщин, а их реакцию в соцсетях уже окрестили протестом на урковых шуб, государство сможет лучше поддержать беременных и матерей с маленьким достатком. Он раз пригласил ее, он дает ей эту зарплату, значит, как следствие, он должен заплатить разницу, и заплатит он разницу между пособием, которое она должна получить, в частности, допустим, если 200 тысяч получает, 80 тысяч она должна была получить разницу, где-то 90 тысяч работодатель должен сам заплатить, и он заплатит эту сумму. Журналист газеты «Время» Александра Алехова на четвертом месяце беременности. К малообеспеченному классу она себя не причисляет, и весь о законодательном новшестве ее встревожило. Девушка уже прикинула, урезанного пособия не хватит на необходимое количество памперсов, пеленок и распашонок, а еще ей придется раньше выйти из декретного отпуска. Если я независима в финансовом плане, так государство меня сразу причисляет чуть ли не к буржуйкам, и давайте-ка мы ей урежем, потому что вот где-то там были случаи мошенничества. Мне кажется, что их намерение такое, раз вы очень активные такие тетки, нормально зарабатываете, нормально отчисляете налоги, чтобы быстрее в строй встали, поэтому нас вот в такую рамку и загнали. Руководитель организации «Матерей-одиночек» Мадина Айенбетова с коллегами готовит акцию протеста. Они не припомнят общественного обсуждения документов. Закон о 4 февраля стал неожиданностью для многих казахстанцев, говорят в организации. Возможно, это пробный шар, и от чиновников следует ждать и других неприятных сюрпризов. Если бы эти деньги, которые хотят отрезать у якобы богатых людей, они же и добавили бы тем, кто мало зарабатывает, это одно. Они же просто отрезают, да, и эти деньги пойдут, ну я не знаю, на какие-нибудь экспо, какие-то прорывные проекты и тому подобное. То есть население этих денег все равно не увидит. Лидер свободных профсоюзов Казахстана Лариса Харькова – одна из тех, кто два года добивался ратификации конвенции об охране материнства. В январе прошлого года президент подписал соответствующий закон. Сокращение социального пособия – это не что иное, как гендерная дискриминация при приеме на работу, заявляет эксперт. В следствии чего мы должны опять просить у работодателя какую-то дань? Ну для чего? Ради чего? Зачем мы тогда подписали закон? Зачем мы тогда говорим, что мы приверженцы международного права, что у нас приоритет международное право везде? А получается мы только сделали один шаг вперед и 10 шагов назад опять откатываемся? Закон вступает в силу 17 февраля. А на 20 число этого месяца те, кого он не устраивает, намерены выйти на акцию протеста. Организаторы уже написали в Генпрокуратуру. Они требуют прекратить дискриминацию по половому признаку, пересмотреть нормы закона. А чиновников призвали улучшить систему стимулирования рождаемости в стране. Людмила Изархова, Константин Федяев, Маляка Аскарова, Ринат Хамидов, Алматы, Шемкент, Казахстан.